Девушки отдыхают 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 Ну хорошо, камера все видит, если что следите за Натальей, если она будет жульничать напишите в комментариях Итак, после этого мы переходим непосредственно к игре Цель игры сделать так, чтобы на конец какого-нибудь раунда на руках у игрока было 10 очков Одно очко дает вот такой же тон, все остальные победные очки изображены на наших местах силы, монументах и некоторых артефактах Как только в конце раунда у кого-то будет 10, игра тут же заканчивается В процессе раунда мы будем проходить 3 фазы В первой фазе мы будем набирать эссенции То есть, если перед нами лежит волшебный предмет, место силы или монумент с артефактом На котором изображено вот такой вот символ Вот такая ручка Это значит, что этот игрок должен забрать из общего запаса указанное число эссенций Естественно, такого вида, которое изображено на его предмете После того, как все возьмут эссенции Кстати говоря, бывают еще вот такие значки Ну, для примера Вот такие значки еще бывают на картах Которые означают, что эссенции мы кладем не сразу к себе запас, а сначала на эту карту Так вот В начале раунда мы имеем право забрать не только эссенции, которые мы получим с помощью такого символа Но и все эссенции, которые будут лежать на наших картах После этого мы начинаем действовать Начиная с первого игрока, каждый из нас будет выполнять по одному действию И передавать ход по часовой стрелке В качестве действия Вот чтобы не соврать, даже зачитаю памятку В качестве действия мы можем разместить артефакт То есть взять один из артефактов нашей руки Уплатить количество эссенций, которые указаны в левом верхнем углу И разместить перед собой После, со следующего раунда, вернее со следующего уже действия Этот артефакт становится доступным Также мы можем забрать монумент или место силы Точно так же сбрасываем количество эссенций, которое изображено на монументах и местах силы И кладем эту карту перед собой Причем важно помнить, что цена всех монументов равна 4 эссенциям золота Поэтому можем взять либо один из монументов, который лежит в открытую Либо верхний из колоды монументов То есть вот отсюда После этого, вернее не после этого Тоже так же в качестве действия Мы можем сбросить артефакт То есть у нас вот на руке какое-то количество карты артефактов Мы одну из них имеем право сбросить И получить либо две эссенции любых Либо одну эссенцию золота Также мы имеем право использовать способность нашей карты Ну, для примера, вот на этой карте Где бы показать? Вот на этой карте логово дракона Есть три способности Мы имеем право Если эта карта будет лежать перед нами Разместить одного дракона За стоимость этого дракона Минус три любых эссенции Причем это действие мы можем выполнять несколько раз за раунд Остальные два действия Как видно вот из этих значков Нам предлагают повернуть эту карту Мы поворачиваем ее на 90 градусов И получаем все, что нам причитается То есть если мы повернем только вот, допустим, вот эту карту Мы получим две эссенции золота Если мы повернем ее одновременно с картой дракона Да, есть в наших артефактах и такие существа Мы имеем право положить две эссенции золота на эту карту На этой карте каждой эссенции золота будет стоить нам одно победное очко Набрали 10 победных очков на этой карте И практически, можно сказать, победили в игре Однако, если карта уже повернута То есть вот круг прошел, карта повернута Все, она лежит до конца раунда Вот в таком положении И ее способности я уже пользоваться не могу Ну, собственно, как и все остальные Ну и, наконец, если мы не хотим или не можем Сделать ни одно из этих действий Мы просто говорим пас Первый, кто сказал пас, забирает этот жетон к себе И получает одно победное очко сразу Все остальные же должны, прежде всего Поменять свой волшебный предмет Который у них уже был на руке На один из предметов, который лежит в запасе на данный момент После этого мы поворачиваем все повернутые карты обратно И добираем из колоды артефактов Один артефакт на руку Собственно, это все правила В конце раунда Мы проверяем, набрал ли кто-нибудь из нас 10 очков Если не набрал, игра продолжается дальше Если набрал, то считаем победные очки У кого их будет больше всех на этот момент То, соответственно, и победил Ну что же Мои соперники Карты уже изучили Я сейчас быстренько просмотрю свои Ну, я чувствую, мне уже побед здесь не светит Потому что за такой короткий промежуток времени Я их настолько хорошо не изучу Ну, а пока я изучаю свои карты Если вам нравятся наши видео То тыкните, пожалуйста, кнопочку на этом видео И подпишитесь на наш канал Комментарии, лайки также приветствуются Так, ну, я последний раз смотрю Ну, прикольно На свои карты Все остальные, в принципе, делают то же самое в этот момент Итак Каждый из нас, изучив свои карты Должен выбрать, какого мага он оставляет у себя на руке Да, рискнул вот так А мне попалась сегодня красивая чародейка из какого-то древнего Рима Оставлю ее Я еще не играл Мы уже открываем их, да? Да, мы их открываем А эти все просто взброс А это взброс А у меня дуэлянт А у меня дуэлит Хорошо Наталья А я оставляю провидицу Хорошо На, ученого взброс Так, ученого взбросили После этого мы все мешаем подсмотренные карты тщательно И набираем три верхних карты в руку Остальные пять формируют нашу колоду Артефакт Смотрите вон туда Наталья честно играет Пусть так мешает, пусть Ну что вам я честно играю? Точно не пойду А я всегда так Так, Наталья, сделай так, чтобы ты не видела какие карты тебе перемешали Блин, я всегда так мешаю, вы че? А сейчас вам карты полетят Удивительно, как она нас доминион не выигрывала, а? Стать не помешаним Я просто всегда так мешаю Ладно, хорош Все Все У нас пять карт в колоде и три карты на руках Да Инна первый игрок Так, ну для начала давайте расскажем, что же умеет наши маги Мой маг имеет право повернуться на 90 градусов один раз в раунд Сбросить две любых эссенции И взять три любых эссенции, кроме золота Что соответствует вот таким значкам Да, вот такой значок пятиугольника, это значит одна эссенция Если в нем номер три, вернее число три, это значит три эссенции Ну и значок минус золота, это значит, что я могу взять все эссенции, кроме золота Наталья Так, Наталья выбрала провидицу Каждый раунд эта провидица дает ей эссенцию покоя А также она имеет право повернуть карту Посмотреть три верхние карты и сложить их обратно в любом порядке Кстати говоря, для монументов это тоже работает Чудесный палочек Да Так, ага, Дмитрий у нас сегодня решил Жизнью играть Видимо, Дмитрий вспомнил свои партии в героев Как он любил оплот И решил поиграть за друида Итак, друид дает ему эссенцию жизни А также он имеет право повернуть карту друида Чтобы повернуть карту животного обратно Видимо, у него где-то есть в колоде животные Где-то есть звери Ну и наконец, Инна за своего дуэлянта Получит эссенцию пыла А также сумеет сбрасывать эссенцию смерти И поворачивать эту карту Чтобы класть эссенцию золота на карту дуэлянта Прошу Нехилая карта Да, не плохая карта Так, я уже запутаюсь Где мои три? Ага, вот Ну что же, все готово к началу партии Осталось только выбрать наши волшебные предметы Начиная с последнего игрока То есть в данный момент с Дмитрия Против часовой стрелки мы выбираем один волшебный предмет Который возьмем в руку в этом раунде Дмитрий, выбирай Что ты сейчас берешь Возьму я все-таки вот это Наталья Сейчас, погоди Где тут мой водораздел? Где тут видно мою чародейку? Вот так Как это предсказуемо? Да, что-то все прям предсказуемо-предсказуемо Ужас какой-то Так, ну и что мне теперь? А не вы не предсказуемо? Да И что вот мне теперь делать? Разобрали все хорошие карты Ладно, возьму пока эксперимент Да, волшебный предмет под названием эксперимент Оригинально Ну ладно, беру его Инна, рулить тем, что досталось Вернее, осталось Ну, это одно и то, что хорошо Ну да Пророчество Хорошо И мы переходим к первому раунду Прежде всего Каждый из нас смотрит Имеет ли право он что-нибудь взять из эссенций Я беру красненькую Это эссенция пыла Наталья берет эссенцию покоя И выбирает что-нибудь из этого Я уверен, что она возьмет две эссенции покоя А я за красненькую Нет, я возьму красненькую Ну ладно А я возьму две зелененьких Почему две? А потому что вот там Вот тут Вот видишь Ну да, ну да Так, ну а у меня, как всегда Не перепало никакой эссенции Ну что ж Ты бедный, ты бедный Да, я прибеднился Теперь можем начинать играть Инна, твой первый ход Я куплю себе пляшущий клинок Ох да, господи Это что ж такое? Пляшущий клинок Да За золото и за пыл Куплю себе его И что он тебе дает? Могу взять смерть и пыл Если кто-то будет атаковать Инну Она умеет в качестве ответа Отдать пыл и взять эссенцию смерти И положить на этот клинок Так, ладно А я воспользуюсь сразу своей чародейкой Думается у меня Я сдаю эссенции Пыла и покоя И получаю Две эссенции покоя И одну эссенцию пыла То есть я просто добираю Одну эссенцию покоя Какой хитрый Ага А я древо жизни Показывай Сочувствую Так, стоит она две эссенции Плюс еще одну эссенцию жизни Ну давай Все Хорошо Дмитрий, твой ход Мой ход Я за ноль Кладу призму Которая что будет делать? Давай покажем уж Которая может Либо две эссенции поменять Либо Ага За равное количество отдать Угу Да То есть Повернув эту карту И сбросив одну эссенцию Дмитрий получит Две любые эссенции Но кроме золота Либо же Повернув эту карту И сбросив Любое количество Одинаковых эссенций Дмитрий может получить Такое же количество Других одинаковых эссенций Но кроме золота Здесь тоже кроме золота Да Естественно Кроме золота А то это было бы слишком читерно. Я хожу. Да, второй твой ход. Я завожу себе яслиба. За зелененькую и синенькую. И что он делает? Покажи уж его. Карты в этой игре очень красивые, поэтому не показывайте в камеру преступления, я считаю. Повернув эту карту, посмотрите три верхние карты, верните в любом порядке. Ну, хорошо. Ну, либо эту карту повернуть, две синенькие отдать и взять одну карту. Ладно. Герой известного фильма искал такого уже только без крыльев, а мне и с крыльями вполне подойдет, вот такой вот звездный жеребец. Так, стоит он прежде всего два пыла, вернее, наоборот, два покоя, один пыл. Так, как бы мне в кадре уместиться. Ну, давайте так. А делает он все просто. Каждый раунд в фазе набора эссенции он будет мне давать две любые эссенции, кроме золота и смерти. Все. Наталья... Это жеребец странный. А мне кажется, наоборот. Слетал быстренький эссенции принес. Наталья, твое действие. Я беру кубок огня за золото и пыл. Ну, давай. Сбрасываешь золото и пыл. Ничего не остается у меня. И на этом действие закончилось. Дмитрий. Поворачиваешь призму, сбрасываешь... Две. Две эссенции. Две эссенции из жизни сбрасывать. Две эссенции пыла одинаковых, Дмитрий. Одинаковых. Тогда там надо было только одну сбросить. А, блин. Тогда только одну. Вот. Ну, допустим. Хорошо. Я поворачиваю карту дуэлянта. Сдаю сумерц и получаю золото. Хладешь на дуэлянта. Пользоваться в этом раунде ты им еще не можешь. Вообще, я сейчас буду завидовать. Так, я сбрасываю длань величия. Сброс у нас кладется под колоду наших артефактов, чтобы не путать с повернутыми картами. Так, и набираю две эссенции, которыми будут пыл и покой. Что такое? Почему две-то? Ну, потому что две. Я золото не взял, я взял пыл и покой. Ладно. Я воспользуюсь провидицей. Поворачиваю карту. Вот, между прочим, поворачивать карту надо по часовой стрелке, а ты против. Ой, простите. Там же стрелочка, Наталья. Я неграмотная. Так, посмотрите три верхние карты и верните их в любом порядке. Ну, давай. Ну, пока Наталья смотрит, Дмитрий может ходить. Я покупаю себе вот эту штуку. Пламенный хлыст. Пламенный хлыст. Что он делает? Повернуть карту, взять три пыла. Да, это же пыл. Плюс все соперники получают по одному пылу. Так, давайте покажем пламенный хлыст Дмитрия. Уплочено все верно. Так, ага. Когда Дмитрий повернет эту карту, он сумеет взять три пыла, но и на Наталья и я получат еще по одному пылу тоже. Либо же Дмитрий может повернуть эту карту, сбросить один из артефактов, уже разыгранных перед собой, в колоду сброса, получить его стоимость, и плюс еще две эссенции, но не золото. Так, Инна. Я поверну вот эту карту и посмотрю три верхних. Хорошо. Я ничего крутить не буду, я просто... Ой! Ты можешь ее... В принципе, не возбраняется и колода монументов. Ты можешь ее посмотреть? Нет, я, пожалуйста, ее посмотрю. Нифига, она уже посмотрела. Ну ладно уж, простим. Так, ладно, пока Инна там разглядывает, разглядывает. Наталья, надеюсь, уже все сложила, да, Наталья? Что сложила? Ты колоду смотрел. Так, а я куплю себе драконию уздечку. Уздечку. Буду тебе столько. Ну так я сбросил, длань величия. Так, я сбрасываю все эссенции, кроме золота, согласно требованиям. И теперь, когда у меня будет дракошка, я сумею разместить этого дракошка у себя за стоимость дракона минус 3 эссенции. И, кстати говоря, когда какой-нибудь другой дракошка ко мне прилетит, я сумею повернуть драконию уздечку и защититься от гнусных поползновений. И плюс этот артефакт дает мне одно победное очко. Так, поворачивает древо жизни. Ты получаешь 3 жизни, все остальные по одному. Не благодарить. А и не будем. Ты думаешь, мы прям будем такие прям меркантильные? Это наоборот, как это сказать? Не меркантильные. Анти. Я поверну. О, все получают по жизни. О, смотри, теперь по пылу. По пылу. Слушайте, а не плохо мы так с сыном можем, да, существовать? То жизнь прилетит, то пыл. О, кстати, вовремя ты. Мне он нужен был. Мы сейчас еще по жизни получим, да, Инна Цадия? Не. Инна. А что Инна? А Инна говорит пас. Остается мне. Переворачивается. Да. Вот, видишь, тут сторона паса. Как ей нравится первый ходить. Так. После этого ты возвращаешь волшебный предмет. Куда ты? Нет, нет, это пока рано. Ты возвращаешь волшебный предмет, берешь какой-нибудь другой. Для нее волшебный предмет это золото. Да, да, да. И я ведь ей поверила. Да, алчность она такая. Ну, я же возвращаюсь себе, а не туда. Да, я сейчас думаю, куда бы пойти. Так, а ты его использовала? Да. Нет. Да. Нет. Как это нет? Ты вот это используешь? Вот это я использую. Хорошо, ладно. Я возьму тогда вот это, наверное. Где это? Я взяла восстановление. Так, поворачиваешь все остальные карты и на этом твои действия в этом раунде закончились. Так, что я делаю? А я карту еще не взяла. Ну, так возьми тогда. Карту возьми. Так, а знаете что? Ну, ладно. Я сброшу одну эссенцию, поверну карту эксперимента и возьму одну карту на руку. А что, прикольно. Наталья, ходи. Я сбрасываю пыл, спасибо Дмитрию за него, и поворачиваю карту, так вот эту я поворачиваю, правильно? Правильно. Сбросил пыл. И поворачиваю вот эту карту обратно. Ну, я же говорю, сейчас все еще по жизни получат. А посланушие тоже получают? Конечно. Но никто к атаке не действует. Понятно. Я пасую. Ты сбрасываешь свой волшебный предмет и выбираешь в замен его какой-нибудь из доступных. Не знаю, что брать. Давай вот эту возьмем, что ли. Поворачиваешь все карты свои и забираешь еще одну карту из своей колоды. Так, Дмитрий сын и пасанули, мы с Натальей остались. Я очень удачно выбрал карту, я считаю. Сбрасываю один свой пыл, чтобы разыграть гномью кирку. Ничего себе. Теперь я могу поворачивать эту карту и сбрасывать пыл, чтобы крафтить золото. Короче, нельзя вот эту поворачивать сейчас. Гномики будут работать с пылкой в горах и крафтить золото. Классно карту. А мы получаем по жизни. Да. А я, короче, опять древо жизни поворачиваю. Я получаю три жизни, все остальные по одной. Что-то у тебя жизни больно много. Ты уже одну получил, вторую. Да, она сама ко мне прилетела. Я что-то много пасану. Да, что-то прям... Только одну. Чувствую, зря мы туда поставили, да? Угу. А я туда, да. Так, тебе пасанули. У меня, к сожалению, пыла пока нет. Я пасую. Я тоже пасую. Так, давай я сначала пасану, а потом уже ты будешь пасовать. Ну, эссенции лишним не бывает. Поворачиваю остальные... А, ну нету, собственно. Только чародельку повернуть. И добираю одну карту в руку. Все, я теперь... Да, ты. Пас, да? Да. То есть, смотри, поворачиваю обратно, все. Да? Угу. Эту я возвращаю. Спасибо. Вот эту, Васюм. Не ловно. Надо было тебе раньше посылать. Чтобы, да, мне досталось и пыло, то я прям теперь страдаю, что у меня пыла нет. Чтобы взять золото. Так, все, да? Все, да. Ну, проверяем. Есть ли у кого-то 10 очков. Да. У меня целое одно. У Инны целое одно. Игра продолжается. Начинаем новый раунд. Набираем эссенции. Беру зеленую, потому что у меня друид. И все, да? Все. Так, Инна. Так, золото убираем, наконец-то. Да, да, да. Дорвалась-то золото. Так, пыл, пыл, смерть, водичку. Не водичку, а покой. Снимнук все. Да, я тоже считаю, надо раскулачивать. Хотя у тебя тоже, я считаю, надо раскулачивать. Ладно. Смерть, потому что мой жеребец не берет. И тут две. Ну, я однозначно пыл возьму. Это прям вот. Гадалки не ходи. А второе надо думать. Ну, давайте возьму еще пыло. Еще пыло возьму. Наталья, что у тебя? Два пыла, покой. Два пыла и покой, все. Ну, давай. Так что зря завидовал. Зато здесь уже. Ну, я для... Ага. Накрафтил-то уже вообще. Наворовался, я бы сказал. Вы мне мешайте. Два пыла и покой. Все. Так, Инна, первый игрок по-прежнему. Начинай действовать. Нет, посмотри, а у него сколько тоже? Да я говорю, я самый скромный среди вас. Давай. Так, я сбрасываю морского змея. А я карту отсюда не взяла. Ну, плохо. Сбросила морского змея и получила... Две сенцы. Две сенцы, две черненьких. Две сенцы, да? Хорошо. Так, ну, пока дают, давайте будем. Мои пылкие гномы поворачивают кирку и получают золото. Где-то добыли. Гадалки. Так, я алхимию поворачиваю карту. Сбрасываю четыре эссенции. Сбрасываю четыре эссенции. Не зря я их набрала. Четыре эссенции. Хорошо. И у него два золота. Душа греет, да? Да. Теперь Инна понимает, которую все время хотела золото. Строю кольцо минуса. Вернее, не строю, а... Ну, не знаю, как это сказать. Ну, ну. Выбираю кольцо минуса. А что я выбираю тебе? Жизнь и... Золото. Золото. И вот у меня оно, кольцо. И вот оно будет крафтиться. Да. Ну, хорошо. Офигеть. Так, а я строю склеп. Так, две смерти и еще три какие-нибудь. Ну, допустим, вот эти. Так, ладно. Что я делаю? Ну, давайте я поверну пока чародейку. Типа сдам пыл и жизнь. И получу пыл и жизнь и покой. Чтоб было. Наталья, ходи. Я сдаю вот эту карту. Сбрасываешь. Сбрасываю. И получаешь какую-то эссенцию или две? Две эссенции. Две смерти получаю. Все. Дмитрий. Так. Как я хотел. Я хотел вот чем. Так, прежде всего. Подожди. Да. Прежде всего я превращаю три этих пыла в три воды. Это покой, люди. Ну, покой. Ну, я вот вижу, что это вода. Да, это капелька, нам прям вот хочется. Скажите мне, вот каким образом вот она вот так загнется, как она здесь нарисована, капельку они видят. Да запросто. Может ветер сильный. Понятно. Ладно. Так, Дмитрий свое действие выполнил. Он карту повернул. Молодец. И находи. Я сдаю вот эту вот смерть и получаю за вот это золото. Кладешь на эту карту. Смотришь, сколько мне золота сейчас? Так. Два. А я сегодня буду мирно. Вот тут у меня какой-то алтарь скверный. Не хочу я его использовать. Я его сдаю и получаю золото. Золото он получает. А потом вот это и будет. Так, я вот эту карту покупаю. Украшенная статуэтка. Стоит две смерти и золото. Что это будет у тебя там такое? Так. Теперь я свою призму использую. Так. Так. Сдаю одну жизнь и получаю два покоя. Куда он рвется? Он сюда рвется, да? Естественно. Ну ты, блин. Инна, ходи. Поворачиваю карту. Получаю две смерти. А я ничего не буду делать. Я пасую. Дай-ка мне вот эту штучку прекрасную. Что это ты задумал? Вы меня же раскрыли. Вы же знаете. Только у тебя три золота, а не четыре. Теперь я хожу первый в следующем раунде. И вы уже не успеете его накрафтить до меня. Так. Я беру вот это. Зачем? Все. Все забирают, а. Так. Поворачиваю карты. Получаю новую. Да что ж такое? Где нормальные карты, я вас спрашиваю? Ходить. Да. Надо было не эту карту брать, конечно. Ну ладно. Так. Поворачиваю древо жизни. Я получаю три жизни. Остальные все по одной. Да, ради этого. Приятно. Да. Ты тоже там что-нибудь поверни, Дмитрий. Пока. Пообожду немного. Так, Дмитрий, ходи. Все, ты ждался, можешь поворачивать. Я... Дракон. Себе дракошку. А, вон что он. Ты смотри, у него еще и дракошка был. А зачем дракошку-то? Дракоша-тоша. Дракоша-тоша. Дракоша-тоша хороший. Все. Пока. Ну ладно. А так... Так. Дмитрий разыграл дракона и хочет на нас пойти войной. Кто хочет ты? Никто. Дмитрий хочет пойти войной, я же его знаю. Теперь, когда он будет поворачивать дракона, все соперники должны будут сбросить две эссенции жизни. Если у них нет этих эссенций, они должны будут сбросить за каждую недостающую эссенцию жизни две любые другие эссенции. Также они могут выбрать сброс эссенции пыла, чтобы защититься от дыхания этого дракона. Важный нюанс. Тот игрок, который пасанул, атаки уже подвергнуться не может. Так, Инна, ходи. Я сдам жизнь. Поверну вот эту карточку. Не туда, вот сюда. Нет, как раз туда. Да, ну хорошо, поверну сюда. И возвращаю вот эту. Что-то мне не нравится уже. Это безобразие. Я пасанул, Наталья. Хотя, погодите, не вот эту. Вот эту я поверну, вот так. А, вот захотел. Ну, допустим. Так. Я вот эту карту поворачиваю. Получаю три смерти, все по одной. Слушайте, я вас просто снабжаю. Да, я так смотрю, да. Ты прям нас снабжаешь. Смертишка. Идет немножко. Так. Прежде всего, я атакую. Всех, кроме меня. Ну-ка, тем более, у меня есть была узечка дракона. Я мог и так защититься, конечно. Так, Инна. У меня есть красненькую. Ты должна сбросить красненькую. И своим пылким клинком. Или каким там. Лучше черненькую. На карту. Да. И повернуть. Нет, она не должна ее поворачивать. Я, пацану, у меня так и не касается. А я что должна? Ответ на атаку. Ты должна отдать жизнь, чтобы защититься от Дмитрия. Так. Наталья имеет древо жизни со способностью ответ. Она имеет право сбросить только одну жизнь и защититься от дракона Дмитрия. Все. Ладно. И получаю еще золото. Да. Пэм. Молодцы. Надо посчитать. Надо мне сбрасывать. Я. Я хожу. Да, я уже пацанул. Поворачиваю карту, смотрю. Три верхние карты. Раз, два, три. Ты их не видел в прошлый раз, да? Да, у меня другие уже. Так, ладно, пока Наталья смотрит, Дмитрий, ходи. Ладно, я все-таки золото-то получу. Все. Ну, получай. Все. Все, Инна. Хорошо, я поворачиваю вот эту карту и смотри, три верхних. Так, Наталья, ты уже должна расположить их в нужном порядке и ходить дальше. Посмотрела. И ходи. Следующее свое действие. Поворачиваю. Угу. Карту. Отдаю пыл, да? И поворачиваешь какую-нибудь обратно. Сейчас я подумаю. Давай вот эту пока. Ну, поворачивай. Она неплохая. Да, она неплохая, она дает жизнь. В смысле поворачиваю? Ну, ты же поворачиваешь обратно. А, господи, ты выбираешь, какую повернуть. Вот, вот эту, да. Все. Дмитрий ходит. Ладно, я все-таки холостану. Холостаним. Вот так. Так, Дмитрий получает три пыла, все остальные по одному. Тоже неплохо. Слушай, ну, прям живем, я смотрю, да? Можно с них просто куда-нибудь собирать. На, Татья, тоже получай. Инна. Я говорю пас. Так, эти поворачиваю. Эту сдаешь? Эту сдаю. Эту поворачиваю. Молодец. И хочу вот эту. Все, молодец. И беру карту. Так, я, кстати, я взял карту. Да, да, я взял карту уже давно. На, Татья. Я поворачиваю вот эту карту. Опять? Да. Три смерти? Нет. Что ж, ты уничтожаешь его? Да. Или ты поворачиваешь его? Нет, уничтожаю. Хорошо, берешь два золота и один пыл. Два золота. И пыль. Все. Дмитрий, ты еще что-то там делаешь, да? Так, я что делаю? Я? Я пасую. Да, я не вижу у тебя каких-нибудь возможных действий. Да, я пасую. А что у него может? Он только это не повернул, а тут у него нет существ, только дракона. Ну, короче, я пасую. Так, да, поворачиваешь все обратно и заменяешь волшебный предмет. Так, ну, вот этот, тогда раз мне ничего хорошего тут не достается. Все, я тоже пасую. Поворачивай. Так, сдаю волшебный. Неплохой был. Ну да, золото дал. Ну да. Три на три. Нет. Так, все, все пасанули. Проверяем. У меня два очка победных. У меня тоже. Ну, а я нет. У тебя два победных? Да. Блин, какой. А он что, где второй? А, ну да. Все, хорошо. Так. Я карту не взяла. Ну, бери. Две или одну? Сколько? Да, кстати, мне тоже одну. Одну. Всегда одну. Всегда одну. Да, всегда. Ну, что я без карт теперь сижу. Так, вот, ты думала. Я вот тоже сижу. Так, ну что? Начинаем новый раунд. Стоп. Ресурсы. Ну, вот, и ресурсы получаем. Я получаю, естественно. Что я здесь получаю? Ну, давай здесь покой получу. Так, покой и свой жеребец у меня. Покой пыл. У меня два пыла и один покой. Хорошо, Дмитрий. Так, золото ты перенес. Что, тебе жизнь еще нужна? Жизнь, да. Жизнь набери. Так. Все. Все, хорошо. Так, Инна, что набирать? Мне надо два пыла, смерть и смерть. И водичку. Покой. Ужас какой-то, а? Вот безграмотные люди. Ну, хорошо. И начинаем действовать. Мои пылки и гномы добыли еще одно золотишко. С помощью своей гноми и кирки. Наталья. Сейчас. Ну, давай вот эту я. Покупаем. Три жизни, два пыла. Древень. Животное. Так, да. На нем есть метка животного. Будет давать Наталье две жизни. Господи, две жизни солить, что ли? И при повороте карты она получит столько пыла, сколько будет смерти у любого соперника на выбор Натальи. Ну, я думаю, будет насчет Инны. Теперь получать много пыла. Черт. Очень-очень много пыла. Я вот поверну, пожалуй, призмочку свою. За один пыл возьму два покоя. Инна. Я куплю себе ритуальный кинжал. За золото и смерть. Уж какой. Что он тебе будет давать? Повернуть карту, сдать зелененькую и получить три смерти. Боже. Обалдеть. Так, ну, я думаю, ни для кого не будет онеожиданности. Я накопил четыре золота. И, наконец, могу приобрести себе соломоновый копий. Где мои пылки и гномы будут махать киркой еще эффективнее. Да, я могу повернуть эту карту и получить золото. Наталья, ходи. Я соломоновый копий купил. Так, сейчас. Экспериментируешь. Да. Экспериментируешь. Так, сейчас я посмотрю, что мне можно. Ну, наверное, вот жизнь. Не ценит она жизнь, вы чувствуете? Хотя, слушай. Ладно, она у меня будет. Блин. Ладно. Так, возьмите еще одну карту. Дмитрий. Я. Вот это вот. Себе. Чудовище. Чарующий пруд. Покажи уж. Я же говорю, карты красивые, но покажите вы всех. Так, отдаю два покоя. Два покоя, пыл и смерть. Пыл и смерть. Работает так же, как древень у Натальи, только с покоем и пылом. Ну, хорошо. Инна. Начнем с дуэлянта. Отдаю черненькую, переворачиваю и получаю золото. Так, хорошо. В Соломоновой копе начинают свою работу. Золото. Давай вот так. Поворачиваю карту. Три жизни. И все по одной. Хорошо. Да. Я тоже считаю, что это не плохо. Так, что у вас тут? Давайте. Пока есть у Инны пыл. Я вот так поверну. Четыре. И получу четыре покоя. А куда я получаю этот покой? Ну, если ты не скажешь другого, то к себе в запас. Отлично. Инна, ходи. Так, переворачиваю и получаю две смерти. Что-то в саконе тебя нарвется. Не нравится мне это. Да ну пофигу. Давайте я драконьи зубы тоже перед собой размещу. Так, ладно. Пока уберу за кадр. Все это безобразие. Драконьи зубы. Стоят они пыл и смерть. Такое у меня имеется. Так, могу сбрасывать два пыла, чтобы поместить три пыла на эту карту. Если я поверну эту карту и сброшу три пыла, сумею разместить дракона бесплатно. Наталья, ходи. Смотрите, три верхние, кажется. Ну, смотри. Дмитрий, что там у тебя страшно? А вот переворачивай, тогда у меня тоже две только. Тогда ты мешаешь и заново их замешиваешь. Какие мешай все четыре или пяти пыла? Ну, вернее, забираешь их в руку, перемешиваешь и смотришь, да. Так, что делать, Дмитрий? Поворачиваю восстановление. Сбрасываю пыл, поворачиваю призму обратную. Хорошо. Инна? Поворачиваю, сбрасываю зеленую и получаю три смерти. На эту карту. Да, что-то у меня как-то явно рвется. В цикольнике, да. Что это такое карта? Я поверну свою чародейку. И будем считать, что я вот эти два сбросил и получил еще один пыл. Давайте я вот эту поверну, раз у меня там больше. Слушайте, она там. Пять только. Ну, ничего. Короче, получите пять пылов столько, сколько? Пылов столько, да. Вот ты как, ты... Вот ты надо было раньше это делать. Почему? Ну, я бы вот эту карту повернул бы, блин, но... Зачем? Я жду, когда у нее будет больше. Все, давай, получаешь пять пылов. Да. Пылов или пылов? Пылов. Пылов. Плов, короче, получаешь. Хорошо. Дмитрий, что ты там вертишь? Непотребная. Хлыст. А, нет, сначала я драконом атакую. Хе, тогда у меня есть драконья уздечка, которая семнает твоего дракона. А я сдаю красненькую и получаю черненькую. А я одну жизнь и тоже защитилась. Ну, хорошо. А я на драконе поездил. Все защитились, а я на драконе поездил. Явно. Ладно. Инна? Ну, что, я хочу... Хожу, да? Поворачиваю вот эту карту, смотрю, три. Так, ну, ладно. Я бросаю два пыла, чтобы положить три пыла на эту карту. Наталья. Я покупаю вот эту карту. Накопила такие, а? Какой? Кубок жизни. Сумеешь бросить два пыла, чтобы получить два пыла плюс жизнь на эту карту? Почему пыл? Ну, покой, пыл, покой, пыл. Господи. Я все-таки холостанул. Ну, давай. Перепыла. Что-то там хлещет, хлещет. Ну, давай, взяли по одной. Наталья, возьмешь пыл тоже за Дмитрия. Ой. Ой, а я так и не решила, что я хочу. Так, нет, мне не надо поворачивать. Мне этого не будет. И вот этого не будет. Ну, и фиксим. А я говорю пас. Как она любит первое ходить, а? Угу. Ну, меняй. Волшебный предмет. Так. Бери карту. Она, видимо, все-таки дойдет. Ага. Так, я тоже говорю пас и возьму алхимию. Наташ. Так, поворачиваю все остальное. Так, вот это не Наталья, это мое. Попрошу. Так. А я вот поворачиваю вот эту. И беру карту. Сбрасываю пыл. И поворачиваю вот эту карту обратно. Три пыла за три жизни? Да. Ну, допустим. Так, мы с Иной пасанулей, Наталья. Три пыла за три жизни? И все по одной. И на воду. Вот ты вон. Ой, жизнь, да? Жизнь, да. А что, я опять хожу, да? Мы с тобой вдвоем. Теперь я покупаю вот эту штуку. Это ты знал, что потому что она не про. Да. К этой он давно рвался. Правда, я не понимаю, где у него существо в итоге. Три. Где вот у него существо? Вот у меня существо есть. Я тоже хотела, но... И два. Восемь штук можете посчитать. Да ладно, уж мы не верим иногда. Восемь штук. Возможно, зря. Так. Это я купил. А, вот это я еще должен ставить. Ага, все-таки не зря. Зря верим, да? Вот. Все, да? Кто там ходит? Я хожу. Поворачиваю. Сдаешь два покоя. Вот сюда получается, да? Ну да, и плюс жизнь. И плюс жизнь сюда. Все. Дмитрий. И я теперь отдаю здесь две жизни. Вот сюда. Вообще без этих остолков. И беру золото. Отлично. Все. Так, я, да? Угу. Ну, я пас. Меняй. Сдаю. А кто с цапол-то? Кого? Чего? Ты с цапол вижу. Я? Нет. Наталья, ты что? Я не мог. Я вот эту возьму. Так. Я поворачиваю карту. Получаю еще одно золото. Что-то все столько золота. Вообще оттаскалкивает. И опять же я хожу, да? Ну, все пасанули. Ну, я тоже пасую. А, подожди. Может мне еще что-нибудь можно сделать? Нет, все. Больше я ничего не могу сделать. Ну, собственно, можно уже снимать, да? Нет, еще нельзя. Так. Меняешь волшебный предмет. Так, меняю волшебный предмет. Так. Ты что там взял? Вот эту вот штуку. Ну, тогда вот эту возьму. И берешь карту. И берешь карту. Все. Ну, все. Да, набираем. Ты повернуть еще должна была припаси, Наталья. Ой. И карту взять тоже припаси. Ой. Ты сосредоточься. Ой, и вот это, да, все. Да, все. Все. Все, набираем ресурсы. Кому какие. Жизнь. Что, у меня только один пегасик, да? Еще жизнь. Две покои. Так. Нет, снизебра, да? Жизнь. Покой. Взяла. Дальше. Покой. Две жизни. Ой. Ой. Так, ладно, я взял два пыла за пегас, за жеребца. Ну, хорошо, будет он у меня пегасом. Да. Ну, вообще-то Инна тоже много. Ну, если что, там у них есть ретоны множителей. Два пыла. Это что значит? Кладешь на него эту, и считается, что там пять. А, да ладно. Ну, пока оно хватает, но я чувствую, не за горами тот день, когда... Инна ходит, как первый игрок. Очки проверили победные? Да, кстати, надо проверить. Ноль. У меня два. У меня два. Четыре. Два. Откуда тебе четыре? Два. Офигеть, да? Да, что-то за ним следить надо уже. Угу. Давай Инна. Надо что-то с этим делать. Ну, делай. Так, я делаю вот эту вот фигню. Вот эту фигню я делаю и меняю тогда вот эти вот смеркушки. Три. На пылышке? На пылышке? Нет, зачем мне на пылышке? Мне надо на водичечке. Что-то не к добру это все происходит, прям явно. Да, Инна, не к добру это происходит? Почему не к добру-то? Да, вот почему-то мне кажется, что не к добру это происходит. Давай. Так. Поворачиваю драконьи зубы, сбрасываю три пыла и размещаю своего дракончика, наконец. Бесплатно. Угу. Я. Пять. Пять. И пять. И пять. И третька. Да, мам. Я вот эту сейчас забираю. Я чувствую себя обделенным. У всех будут сейчас места сил, а у меня не будет, да? Пойди. Какой замок? Коралловый. Так, и вот так пять. Теперь Наталья сумеет в любой момент повернуть его и тут же проверить, кто-нибудь победил или нет. Да, ну, мне это, в общем-то, особо-то не надо. Я тебе скажу, дам сигнал, когда это. Под столом вот так тыкну, когда надо проверять. Хорошо. Мне вот дам три очка победы. Так, а я вот сделаю такое интересное. Вот это. Во. Мне надо вот это сделать. Вот так тыкну, вернусь. Чтобы взять шесть покоев. Шесть покоев. Ну, Инна, давай, давай. Да, я знаю, что ты сделаешь сейчас. Непотребность. Что она хочет купить? Ну, почему, где карту-то я возьму? Ну, вот. Это что, потребность по-твоему? Так, три водички. Ну, что, я отдаю один пыл. И мои пылкие гномы дают мне зону. Так, поворачиваю, беру три жизни. Все по одной мышце тоже, если все добрые. Ну, спасибо. Ладно, тогда я просто холостану. Так, все получают пыл. Отлично. Поднять-то пригодится. Да, так лучше бы. Инна. Я поверну карту ястреба и посмотрю три верхние карты. Ну, допустим. Складываешь в любом порядке уже все оставшиеся у тебя карты. Так. Ну, ладно. Ну, допустим. Ладно, я отдаю... Четыре жизни отдаю. За что? За два золота. А почему? Так можно, что ли? С алхимией можно. С алхимией можно. Так, я смотрю три верхние карты. Я знаю, как он такой-нибудь и вырвется, гад. Ну, должен я хоть на чем-то, извините. Я... И находи. А я говорю пас. Что, даже золото не будешь крафтить? Нет. Ну, раньше было. Я говорю пас, отдаю вот эту штуку и хочу себе... Пусть будет защита. Повернешь. Угу. Так. Повернешь. А, повернешь все. Это я поверну и возьму одну карту. Все, хорошо. Так, ну что? Ну, давайте тогда будем дальше монументы набирать. Золотая статуя. Статуя. Нет статуи. В полный рост. Дает одно победное, и в ответ на проверку победы я могу сбросить три золота и получить три победных очка до конца проверки. Ты же гулян. А, тоже. Так, я, да? Угу. Так, и надо монумент достать. И получите пыло столько, сколько смерти. Четыре. Отдаю две жизни. Поворачиваю вот это кольцо. Получаю золото. Ты смотри. А, в смысле? Не, не надо поворачиваться. Угу. Угу. Ну, кто следующий-то? А, ты пасанул, значит, я хожу, да? Я поворачиваю салмоновую копию, получаю золото. Офигеть, он тут золото сейчас наберется. Давайте-ка я вот эту карту куплю. У меня все есть. Кроме золота. Вот нафига тебе она нужна, скажи, пожалуйста. Ну и что? Что же вы у меня сегодня все подрезаете так? Все. Капец. Вот это есть одно победное очко уже у меня? Да. Хорошо. Уже четыре? Я самая бедная. Угу. Так, все. Я хожу, да, что ли? Ну, наверное, да. Ну, да, я-то на эту поворачиваю. А с помощью вот этой можно вот это повернуть? Да. Не, ну надо. Давайте покрутим дракона. Вам предлагается либо две жизни, либо одно золото сбросить. Ну, у меня вот жизнь. Угу. У меня вот защита. А я же пасовала. Ты уже пасовала, тебя это не касается. Так, Митрий повернул своего сторожевого пса. Подожди. А, подожди. У меня вот, слушай. Вот, если я поверну защиту. Зачем я буду сбрасывать, да? Да. Все. Я верну. Может, мне не стоит пока пса-то поворачивать? Не знаю. Ладно, пса повернул я. Все. Все. Хорошо. Так, Инна пасовала, Наталья, ходи. Угу. Ладно. Вот так поворачиваю. Инна, ты пасовала, да? Да. Колька тоже пасовала? Нет. И я поворачиваю вот эту карту обратно. Дмитрий. Отдам одну покоинку. Вот одну покоинку. Поверну эту карту и получу пять жизней. Пять чего? Пять жизней. Угу. Три. Четыре. Угу. Давайте я пса-ну. Даю алхимию. Получаю восстановление. Поворачиваю все остальное. Наталья может ходить. Я взял одну карту. Последнюю свою. Так. Я получаю. Было столько, сколько смерти. Четыре. Сколько сможешь унести? Четыре. Ходи, Дмитрий. Еще не пас. Ага. Да пипец. Я тоже сидел тогда, помнишь, когда пса-ну первым. Я тоже сидел, ждал их. Я посмотрел эту карту. Я сейчас поверну вот так. Вот. И превращаю вот этот вот весь мой покой в смерть. Что-то задумал. Угу. Сколько их у тебя? Шесть-семь. Наталья, ходи. Да, Фидич. Наверное, он ходит в катакомбу. Угу. Два пыла и золото. Дмитрий, ходи. Так. Что все? Я пасую. Ну, пасуй. Пасую. Меняешь волшебный предмет. Меняю волшебный предмет. Волшебный. Жалко. Хороший его предмет. Ну, давай. Возьму. Ну, да, пусть. Карту взял в руку? А, карту в руку. Куда. Наталья, ходи. Я хожу. Я пасую. Пасуй. Так. 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 Меняем. Так. Все. Угу. Все. Хорошо. Карту. Карту добери. Так, начинаем новый раунд. А, это у меня тут. Нет, ты можешь это... Вот сейчас ты можешь это взять к себе. А тогда у меня не будет одного победного человека? Нет, конечно. Нет. В этом и смысл. Так, набираем артефакты. Вернее, не артефакты, а эссенции. И что, мне по-прежнему всего лишь две эссенции. Инна, ходи. Я хожу. Так, костяной дракон. О, как. Началось. Размещаю дракона за минус три. Со скидкой три. Получается, могу только два, две смерти отдать. Ну, можешь. Ты жизнь не хочешь отдавать? Нет. Ну, что. Мои пылки и гномы по-прежнему копают. Так, нам только пыл отдать, да? Отдаю пыл. Да, Талия? Давай сначала два золота, что я возьму. Четыре. Четыре жизни за два золота. За два золота. Дмитрий. Так, я вот это делаю. Так, и что там у кого? Шесть пылов. На шесть покоев? Шесть покоев. Что там прям это? Прибарзывает. Прибарзывает там, я бы сказал. Опять еще один. Инна, ходи. Знаете, что? Я скину вот эту карту и получу себе золотишко. Так, а знаете, что я сделаю? Надо у Дмитрия повернуть пса пока место. Давайте я поверну дракона пока. Что, защита что ли? Нет? Поверну пса. Наталья. А что я должна? Защищаться от дракона. Вот. У меня легко. Все, Наталья, ходи. Так, я покупаю вот эту сокровищу. Сокровищницу? Да. За золото. Будет наш барьер силовой. Силовой барьер будет, да? Вот раздел. Так. И жизнь. Если на сокровищнице есть золото, то получаешь две эссенции кроме золота, да? А как я? А когда карту поверну? А повернешь, получишь как раз золото на этой сокровищнице. О, это хорошо, кстати. Вот. Сейчас я как раз это. Я использую свою призму. Паум. И превращаю весь этот покой в смерть. Да. Сейчас вот это возьмем. Ага. Наверное, да. Так, и между прочим, в начале раунда мы забыли проверить одно важное свойство Натальи. Проклятую кузню она может использовать только если в начале раунда она сбросит смерть, либо повернет эту карту. Но если она повернет эту карту, Проклятая кузня будет считаться использованной. Это что значит? 8. Ты должна смерть сбросить, чтобы эта кузня в этом раунде у тебя работала. Ну, давай. 4. 5. А это считается ходом? 6. Это не считается ходом. Это надо было сделать, когда мы набирали артефакты. А, ну, он у нас как? 8. Что, у меня все время смерть должна быть? Да. Ты должна нам все время смерть отдавать. Хорошо. В начале раунда. Охо. Да, Инна, ходи. Боже мой, какой кошмар. Да, что-то я хотела и уже забыла. Ну, допустим, я проверну вот эту и вот эту. И плачу 2 золота на эту карту. Поворачивай. Ну, ты сначала поверни уж их. Так, ну, мои сломоновые копии накапливают золото. А вот давайте поприкалываемся. И что, будет? Что там? Не, не, подожди, не это, не это. Во, вот это. Получите, было столько, сколько смертей. Отлично. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, пятнадцать. Пятнадцать. Так, Наталья, стой, вот так вот сделай просто. Пять, пять, пять. Да, вот эти три штучки положи. Пойдя геть. Вот так, и на них по пылу. Это будет, нет, этот оставь, вот. У тебя пятнадцать пылов. Да, вот это мы дошли. Да уж. Докатились. Докатились. Я отдаю девять смертей. Я, кстати, вовремя. Зачем мне просто столько пылу, я не знаю. Да. А потом я столько же получу вот этих вот. Зато и пыл. Да, я чувствую, у них там перекрестное опыление, да? Так, три, 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 еще. Три лучше. Ну. Три лучше. Три, три, девять. Я себе беру вот эту вот фигню. Урок Литой Кузни, действительно фигню взял страшную. Так он бы мертвых. Да. Так, а я себе куплю колосс. То есть я все-таки не успел, да? И здесь ты успела, да? Ну ладно, ладно. Ну ты прям все хочешь. А я ничего не успеваю, вы заметили? Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Так, ну ладно, что, теперь уже спешить особо некуда. Я поворачиваю восстановление, чтобы повернуть копию обратно. Так, давайте я вот так тоже поверну. Пусть будет золото. Дмитрий. Я вот этот покупаю. Покупай. Четыре золота с тебя. Блин, всех что-то все покупают. Да, все счеты покупают. Просто два на бедных очках. Ничего лишнего. Да, да, да. Скорее ничего личного. Да, ничего личного. Так. Инна. Ладно, я тогда плачу дуэлянту. Вот так вот и беру золото вот сюда. А мои сломоновые копи копят золото дальше. Пипец. У меня чуть нехватка золота. Так. Давайте я вот золото. Подожди, я какое золото кладу отсюда или отсюда? Нет, свое, естественно. А, свое золото. Не путай с чуле это, да. Государственную часть, да? Или нет, свою часть государственной. Погодите. Тогда я вот это сделаю. Смотрю карты, что у меня тут. Ну ладно, смотри, Дмитрий, ходи. Так, я... Я пять штук кладу на эту карту. Куда? У него есть пять штук. Он говорит, да, а что, нет, что? Пять штук поддает и одну... А, одну положу сюда. Ну-ну. Ну-ну. Ну, уже типа победная, да? Угу. Сколько у него их всего? Вопрос. Шесть, семь? Угу. Ну ладно, я тогда поверну. Отдам что-нибудь, типа пыла, и возьму золото сюда вот. Сюда вот. А я вот рискну. Я отдам четыре золота, чтобы взять монумент в закрытую. То есть, как кто-то знает. Что-то какие-то стрёмненькие здесь, неинтересные. Во, видали? Видали? Да, я говорю сейчас. Видали как? Вот правильно. Так, куда мне его положить? Ну, зубы дракона мне вряд ли понадобятся. Я дам. Угу. Давайте так. Опа. Так, две сюда и плюс один. В общем, совсем не знаю. Так, я поворачиваю вот эту карту и кладу сюда еще одну смерть. Крахчет и крахчет, а? Угу. Инна. А что мне делать? Ну, поверну, я получу две смерти. Угу. Зачем? Так, ладно. Мне надо шоколада. Верчу енту. Слушай, давай я тебя просто смерть доберу. В качестве ентой фигни. И все. Хотя, подожди, смерть ли? Нет, давай-ка пыл. Все же пыл. Да, ходи. Прикольно. Так, я что придумала? Так, поворачиваю вот эту карту. Три. Все берут по жизни. По жизни. Все по жизни. Да. Я недобровольна. Так, я... Так, подожди. Давай-ка я атакану. Не знаю, кого там, не знаю. Ну, ладно, у меня уздечка. У меня там будет жизнь. Я на твоем дракошке покатаюсь просто и все. Отдаю пыл, беру смерть. И все? Да. А ты думал? Ну, блин, совсем не тот эффект. Я пока поверну, тогда посмотрю три карты. Что, есть три карты смотреть? Раз, два, три. А, ну понятно. Так, ну что, мне надо строить стихий, источник. Куда мне их уже разместить? Что-то прямо места катастрофически не хватает за нашим столом. Не рассчитали мы немножечко. Пыль, пыль, дорог, покой и жизнь. И я построил источник стихий. Какой еще источник? А так, пусть будет. Так, я? Что, у нас кончились артефрукты? Вернее, эти самые. Я отдаю один пыл, поворачиваю карту и возвращаю вот эту назад. Ну, офигеть теперь. Что там назад у тебя вернулось? Четыре сеанса и два золота возьму. Это где? Я думаю, в предыдущий раз что я так не сделала. Не знаю, ох, не знаю. Я чуть все вот эти вертал. Ладно, я вот это делаю. То есть я сюда кладу, мне не сюда, а выбрасываю для жизни. И получаю, что это золото. Надо это не забывать делать. От ее зелени берут три смерти. Что-то тут все страшное. А вот знаете что? А у меня действия кончились. Принц. А, нет, слушайте, не в принципе. У меня могу есть вот это же действие. О, давайте я драконьи зубки пока. И чё, бля? Да, потачу драконьи зубки. Ой, вот это ты я сделала уже. Давай, чтобы еще одну сюда положить. Не знаю зачем, но пусть будет. Так, я, да, поворачиваю карту. Отдаю четыре пыла. Получаю два золота. Ну, допустим. А посмотри на мою карту. Смотри, в начале игры, если есть золото на карте, то я там две эссенции, да, получу. Да, кроме золота. А золото это вот потом сюда уйдет? Ты должна оставить его здесь, чтобы получать эссенции. Так, я поворачиваю вот эту карту, получаю золото. Ну, допустим. Инна. Тут уж ты в апогею, будешь переворачивать ничего. Да, да, да. Все плохо. Ну, придется. Посануть, да. Оттягиваю, оттягиваю, но никак. Да, Наталья какие-то комбы крутят, да, зараза, такая не отдает нужный волшебный предмет. Да он и не нужен. Блин. Правда, что ли, да? Ну, правда, что ли, да. Пасуешь. Ну, пас. Блин, а что она все им первых ходит? Да я бы с удовольствием отдала. Сама бы на себя уже надоела. Наш Наталья крутит эти комбы, зараз, так и не дает, по-моему. Я теперь думаю, что ли. нужны волшебные предметы. Эту карту я взяла. Блин. Да, господи, да мне не нужны. Ну, взяла вот эту, ну. Так, это все повернуло. Так, ну, у меня такие же проблемы, как и у Инны. У меня тоже, кошмар какой-нибудь. У меня тоже нечего. Это уже безысходность. Да, у меня уже тоже нечего крутить. Жуть какая. Диально нечего. Ладно, я тоже пасую. Сколько у тебя победных, а? У меня? Семь. Разве? Пять. 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 Пять у меня. Больше не вижу. Пять у меня пять. Так, ну, что? Что тут взять-то? Да, вот эту заберу. В избежание всяких смертей, жизней. То, что-то там слишком жирно. Наташ. Так, мы сами, мы сами, мы сами. Я думаю, понимаешь, у меня тут дилемма. Или купить вот эту, или класть сюда золота и получать за это победные очки. Я не знаю, что с этим делать. В смысле? Ладно, резко благородное дело. Ты берешь монумент? Да. Сколько? Два. Два. Ну, хорошо. И даже смерть можно получать на эту карту. А нужна она? Мавзолей. Два очка. Мне нужна. Наталья плюс может за эссенцию получать смерть на мавзолей. Дмитрий. То есть я еще могу сейчас крутануть, дай ее. Я использую грузу. Поворачиваю, разворачиваю своего сживобса обратно. А столько одну или сколько хочу? Нет, ты по одной, но можешь сколько угодно раз это делать. Все. Тут выжидательная теперь позиция может до бесконечности длиться. Ты чувствуешь? Нам ее не перепасовать. Я поворачиваю. Наконец-то. Джинк. И кладу сюда жизнь. И что это? Не свою, а чужую. Это почему? А, в смысле, да. Это еще одну победу на очко. Три, четыре, шесть, семь, восемь. На этом все. Восемь. На этом пока все. Пока все. Так, все, да? Да. Ты еще не пасанул, да? Нет. Ну, я туда опять пока. Дмитрий. А когда это заканчивается? Она теперь может вот это все переводить туда по одним действием. Нет, ну если ты сейчас посольнюшь, я сразу положу сколько мне надо. Ты ее не дожидешься. Ну вот это вот. Нет, ну хочет алхимию он хочет выждать. Как и я хотел, но у меня не хватило. Так что ты клади, клади. Не давай ему алхимию. А то он сразу тут возьмет еще кучу победных и все. Дмитрий, тебе не победить в этой борьбе. Так, я поворачиваю вот эту хрень. И что там? Смотрю вот эти карты. А, даже так? Надеется, что это ему достанется, да? Мне нужна смерть пока. Дмитрий, тебе не победить в этой борьбе. А у тебя уже нечем играть. А волхлыст еще повернуть? У него два действия, Наталья, осталось. Которые он может исполнить еще. Ну, выбери какой-нибудь из них. Тебе не победить в этой борьбе. Что мне тут можно сделать? А, сейчас мне уже ничего не нужно. Так. Пас! А что, вот этим не воспользуешься, что ли? Нет. Не хочет и не надо. Меняешь. Ну, выбери что-нибудь. Нет, это убери. Пусть он пока из четырех выбирает. Давай. Так, сейчас я посчитаю, сколько мне надо. Потому что понятно, что я тут по действию, да? Я поворачиваю. Там два надо. Берешь карту. Три. Это я беру карту себе в руку. Так. И у меня тут вот так. Ладно, это мое будет. Наталья, сколько ты переводишь смерть? Тебе уже можешь. Так, вот пока два давай. Вот. Ну, давай еще штучки. Три. Зачем они тебе? Они рачки не приносят. Я знаю, но мне вот тут вот все время нужна смерть. И вот тут я хотела кое-что купить. А, ну, ладно. Поэтому мне вот как бы надо вот два. И тут на три хода мне хватит. Ну, давай еще две штучки возьму. Просто куда мне. Так, четыре. Ну, ты больше смерть бери? Больше, больше. Вот я опять поменяла. Ну, хорошо. Да. Ну, в принципе, вот. Все. Ты говоришь пас? Да, я говорю пас. Разворачивай. Все, бери карту. Ю-ху. Так. Ну, давай я вот эту. Так она и зажала всем алхимию, да? Все ее ждали и никто не дождался. Так, сбрасывай, да? Не надо ничего сбрасывать. Ты пока просто поверни карту и возьми новую в руку. Почему я не могу сбросить, я не пойму. Да, я тебе тоже надо повернуть. Что за фигня-то? Почему я не могу сбросить вот эту вот? Вот. А теперь мы начинаем новый раунд. Набираем эсенцию. После этого ты сбрасываешь. Так, у меня что тут сбрасывается? Так, это моя была карта, я вот эту беру. Да, хорошо. Одна жизнь. Одна. И находим. Пока беру вот эту карту от Анор. Капец. Ну ладно. Так, ну что? Гномы копают. Что вам еще делать? Они все еще копают. Угу. А, я должна была смерть сбросить, да? Да, да, да. Вот, все. Так. Я... Подожди. Вот эту, кажется, покупаю себе. Вернула это победное очко. Единственное. Вот. Две смерти. И одно золото. Все. Входите. Так, я сбрасываю карту. Получаю золото. Угу. Допустим. Я сбрасываю зелень, получаю золото. Нет. Три смерти. Ну, мои сломоновые копьи тоже накапливают золото. Угу. Так. Так, чуть я хотела. Я сбрасываю карту. А куда тут золото пропало? Вот. Я вот сюда положила, купила вот это. А, ну ладно. Так, вот так сбрасываю карту, беру золото. Ой, я правильно позвала? Одно. Одно. Хорошо. Дмитрий, ну давай, подними, что там. У тебя было-то. Золото. Отдаю. И беру просто. Опа. Храм. Два победных. У него, то бишь, уже 10, да? У меня 10. Ну ладно. Прямо сейчас? Нет. В конце раунда. Доигрываем раунд. Инна. Все плохо. Согласен. Мне не хватает пыла. Ладно, поворачиваю тогда. Вот эти два. Так, это... А, ты не атакуешь? Не. Она золото. Она золото хочет. Она не успеет. Зачем она тебе сейчас? Сбрасываю эту карту. Беру золото. Ну, в принципе, последний играем, да? Да. Скорее всего, да. Поворачиваю карту. А, ну, уже да, точно. Сюда золото. Я делаю вот эту штуку. И сколько там у тебя? 5-8 штук смертев. Ой, то есть этих самых. Да. У меня-то пыль. Покоев. Пыл. У меня покои набираются. Зачем они тебе? 8 штук покоев. Что-то задумал. А, ну, там смерть перевозить. Да, мне же смерть надо. Ну, я тогда играю вот эту. Громко. У тебя не видно этого склепа. Переворачиваю вот эту вот карту. Что? Переворачиваю. Так, отдаю смерть. И какую-нибудь карту из броса беру на 2 ресурса дешевле. Угу. Я посуду. Ух ты. Ну, от победы на очко на народе не валяется. Ну, блин. Колька. Знался, знался, Колька. Наталья, я тебе вот так вот, помнишь, тебе говорил, вот теперь проверку победы пора. Проверка победы пора. Я еще хочу золото положить себе. Ну, смотри, у Дмитрия 10 очков, а у меня сейчас 11. Так что пора, я тебя под столом обещал сказать проверку победы. Пока он не успел своей смертью. Да у самой тут где-то самого есть проверка победы же. Нет. Вот. У меня, вот именно, что это дает мне сейчас за счет трех золот, я как раз их накопил перед пасом, чтобы у меня было три победных очка на проверку победы. Так что давай я тебе... А при чем здесь это? У тебя проверка победы сейчас случилась? Ответ на проверку победы. Проверка победы у нас случится, когда все пасанут. В конце раунда. Наталья, давай. Да погоди, еще рано, я еще золото хочу плавать. Да он уже сейчас получил до смерти. Так, я хожу, что ли, ты меня спутал? Так что тут спутал, проверку победы давай. Так. Смотри, у меня вопрос. Я сейчас вот, допустим, поверну вот эту карту, да? И Дмитрий выиграет. Да нет. Любой только ворот карты, Дмитрий выиграет. Вот эту карту, смотри. И хочу повернуть эту обратно. Я золото сюда могу скинуть? Нет, интересно? Нет. Это надо делать только, когда это. И что ты поворачиваешь в итоге? Нет, в итоге я сейчас тогда это, вот два пылы и золото на каждую. Вот так. Ну, допустим. Так. Значит, ты говоришь, 11. Два, три, четыре, шесть, восемь. Где четыре у тебя, я не понял? Два и один. Ну, а где четыре? А, там пять вообще-то. Да, тут два и один. Три, четыре, пять. Четыре, пять. Семь, девять, десять. Одиннадцать тоже, да? Наталья, все, пора, пора. Понимаешь? Ну, давай. Я уже посчитала. Она уже сходила. Ну, да. Я сейчас следующим ходом могу. Чего вы? Да, сейчас, Дмитрий. Я поворачиваю эту карту. Срочно. Срочно. Тогда, все, видишь, уже поздно, Наталья. Нету. Я поворачиваю два вот этих. И что будет? Это как два-то? Ну, в смысле, один и вот эту поворачиваю. Сюда получаю жизнь. Ну, и все. То есть, у него двенадцать уже. У меня двенадцать. Все, уже не успел, Наталья. Я тебе говорил, когда надо. Я просто сливаю. А вы им сколько побед? Мало. У тебя четыре? Шесть. Семь. Семь. Семь? Ну, я вижу семь. Где? Четыре, шесть, семь. Ага, ну ладно. А проверку победы делать, это значит, игра закончится? Это значит, все, прям, мы не ждем конца раунда, а сразу проверяем. Ну, давайте сейчас, давай, ходи. Не, ну, я уже постану. Все, я проверяю. Все, да, ну тогда я выиграю. Я проверяю. Итак, проверка победы инициирована Натальей. Я на эту проверку победы поворачиваю эту карту, сбрасываю три золота, получаю еще плюс три победных. Ну, давайте смотреть. Наталья, как инициируешь проверку, сколько у тебя очков? Давай. Три очка. Четыре. Пять, шесть, шесть. Семь. Семь, восемь, девять. Ничего себе! У меня двенадцать. Двенадцать у Дмитрия, да? Ну, давай посчитай. Два и два, четыре. Где-то два и два. Два и два. Хорошо. Четыре. Шесть. Шесть. А, потому что я, 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 а, я уже не успел. Да, да. Два. Четыре. Да, все правильно. Четыре. Пять. Шесть. Тут две черненькие. Шесть. Шесть. Десять. Одиннадцать. Двенадцать. Двенадцать. У меня мало. Четыре. Семь, да? Угу. И у меня. Один, два, три. Так, подожди. Один, два, три, четыре, пять, восемь. И еще одиннадцать. Одиннадцать. Подожди. Что-то я запутался, ребята. Одиннадцать. Короче, у меня вот эти две карточки на данный момент это семь очков. Восемь очков. Девять, десять, одиннадцать. Да, все правильно. Посчитали. Ну ладно, у меня тоже не позорно. Девять. Мне даже интересно, ну-ка. Так. Афи, читаете ли число эссенса в личном запасе? Ну, конечно, Дмитрий бы все равно. Ну все равно надо было раньше, Наталья, это тебя все равно победит. Ну кто-нибудь меня поздравит, может? Не, потому что я не могу, а тогда победить. Ему просто повезло. Ну ладно, не позорно. У Инны тоже не позорно, кстати, потому что я думала, у нее 4, а у нее целых 7. Смотрите, сколько я мог получить за этот талант. Я мог вот это все превратить в смерти. А за счет? У меня тут 10 штук, я 2 очка сюда получаю. Вот видишь, Наталья, ты вовремя. Еще повернуть еще одну очку. Все понятно. Да, там надо было срочно делать это все. На самом деле. Инна, не печалься, у тебя тоже не так мало. Да. Всего на 2 очка от меня отстал. Да, тут у наших девчонок свое собственное соревнование. Им не важно, пофиг, победа, не пофиг. Главное, что они у кого-то хотя бы нет другую. Это достаточно забавно. Ну что же, такое получилось наша партия в Рес Аркану. Как видите, игра очень красивая, но при этом без драфта все же в достаточной степени рандомная. И все же я считаю, многие артефакты здесь неравноценные. Вот, в частности, Гноми, Киркай и Соломоновая копия очень подходят для покупки монументов. А уж какой комбо у Дмитрия собирается, это вообще не в сказке сказать, не пером описать. Почему? По-моему, вполне нормальная. Ну, не знаю, не знаю. Мне кажется, все-таки комбы здесь неравноценные. Поэтому, я думаю, все-таки лучше играть в эту игру с драфтом. А в остальном игра осваивается буквально, правила читаются где-то минут за 10. Объясняются еще примерно за столько же. Ну, вот у нас сегодня партии на четверях получилось примерно 2 часа. А вообще на коробке обещают максимум, по-моему, час. Ну, может быть, полтора. По-моему, врут. Ну, что же. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. И заходите в нашу группу ВКонтакте. Там тоже много всего интересного. Все ссылки подвинь. Дай мне подержать тоже. Все, подержала. Все, моя палочка. Что-то это была моя палочка. Она была. А теперь моя палочка. Всем интересных партий и удачи. Пока-пока. Пока.